Здравствуйте! И под его жутким дурным влиянием, сегодня мы рассмотрим несколько призрачных игр на Хэллоуин, в том числе эксклюзивный предварительный просмотр Джека в темноте. Оставайтесь со мной, если хотите свободно говорить по-клингонски. Летите со следующим поколением и смело отправляйтесь туда, куда еще не ступала нога треки. Немного вверх, немного вниз. Мы покажем, как вы можете играть в игры, просто разговаривая с ними. Наш главный обзор — Парк Юрского периода на SNES. Вы боитесь темноты? Вы боитесь вещей, которые грохочут по ночам? Тогда закройте глаза и уши, потому что дурное влияние вот-вот проведет вас через одни из самых жутких игр в этот Хэллоуин, как это. Полная видеоверсия седьмого гостя. Вы играете суперсыщика, одного из шести человек, приглашенных в жуткий особняк в ожидании прибытия таинственного седьмого гостя. В доме, конечно же, водится привидение, и только один из гостей переживет эту ночь. Но он будет доступен только в декабре. Хватит о нём! Продолжение графически необычного и чрезвычайно жуткого фильма «Один в темноте» выйдет в январе. В нём появилась новая звезда по имени Грейс, у которой есть своя собственная мини-игра, чтобы представить её под названием «Джек в темноте». Грейс, восьмилетняя девочка, ходит на Хэллоуин с угощениями. Она стучится в дверь жуткого магазина игрушек и запирается изнутри. Она упакована вместе с оригинальной игрой «Один в темноте», которая будет переиздана на это Рождество. Вот так. Взгляните на это, ещё один эксклюзив для плохого влияния, первый в истории показ инопланетной породы номер два. В сиквеле больше звука, в том числе синтезированная речь, которая действительно настраивает сцену на 17 уровней. Девять различных типов инопланетян преследуют вас по лабиринту коридоров, лаборатории и зон военных действий. И это действительно страшно, я могу вам сказать. Вам ещё не страшно? Обитатели виллы Уайрда, они были наводнены зомби, гигантскими муравьями и младенцами-убийцами в самой лёгкой безумной возне монстров на СНЕЗ зомби. Весь город наводнён упырями, и весь мир сошёл с ума. Ещё больше клыкастого безумия, как и я, Дракула попал на ПК в этой последней леденящей кровь ролевой игре. Вы искали клыкастого мастера по кладбищам и кладбищам. Здесь тоже есть оборотни и скелеты, и все они замешаны в этом деле, все до единого. Вам интересно, к чему всё это чрезмерное олицетворение Дракулы? Потому что в начале этого года Энди был оцифрован в мега-сиди версию игры Дракула. Он был снят на видео на фоне голубого экрана, затем технарии-фортлёры вырезали его и создали игровой эпизод с ним в качестве звезды. Хорошая новость в том, что актёрская карьера Энди действительно пошла вверх после того, как он снялся в этом фильме с голубым экраном. Плохая новость в том, что его оставили на полу режиссуры. На самом деле его нет в окончательной версии. Она была снята по мотивам недавнего одноимённого фильма, где вы играете Джонатана Харкера, экстраординарного охотника на вампиров. Держите себя в руках, так как Дракула может превратиться в горгулью, волка или старого мастера вампиров. Тьфу. Довольно ужасно даже без участия Энди. Здравствуйте, жуткий бесшерстный. Я совсем не боюсь привидений, и это к счастью, потому что в сарае водятся привидения. Говорят, что призрак двоюродного дедушки Намо, который был капитаном пиратов на Карибах, разгуливает в канун Дня Всех Святых или около него. Но, как я уже сказал, мне совсем не страшно. Я планирую остаться здесь на ночь. У меня есть фотоаппарат, чтобы сфотографировать призрачного чувака, и у меня есть сэндвич с ветчиной, да, и мой фонарик, и у меня есть бейсбольная бита на случай, если придётся туго. Хорошо, приступаем к первому обману. Теперь это для двух леммингов на Амиго. Всё, что вам нужно сделать, это нажать на Сохранить, а затем на Отмену. Затем на главном экране нажмите в правом верхнем углу экрана, в правом нижнем углу, в левом нижнем углу и в левом верхнем углу. А затем, когда вы начнёте играть, вы заметите, что для вас открыты все уровни для всех племён. Ха. Да. Верно, призрачный чувак. Возьмите это. Сюда вы собираетесь позвонить. А не мне. Наш главный обзор парк юрского периода на сирках, который стартует завтра через неделю. Он интересен, потому что сделан в режиме объёмного звучания. Это техника, которая позволяет звуку исходить отовсюду вокруг вас. Возможно, вы испытали это в кино. Например, когда самолёт должен пронестись у вас над головой, и звук начинается сзади, а затем опускается спереди. Это объёмный звук. Чтобы испытать его дома, вам нужен специальный телевизор, подобный одному из этих. У него есть стереодинамики слева и справа, но самое умное находится сзади. Слева и справа есть ещё динамики для объёмного звучания. Большинство фильмов в наши дни снимаются в режиме объёмного звучания, как и некоторые телевизионные программы, в том числе и это. Так что здравствуйте, если вы смотрите в режиме объёмного звучания. Вы узнаете, что программы снимаются в режиме объёмного звучания, потому что увидите этот маленький логотип перед началом программы. Так вот, это объёмный звук. Но какое это имеет значение для игры? В парке Юрского периода он позволяет вам думать, чувствовать, что вы действительно там. И вы можете слышать звуки, доносящиеся сзади вас, как тот динозавр. А нет, возьмите это Джонни Тираннозавр. А как же игра? Она полностью отличается от версии Мега Драйв, которую мы рассматривали несколько недель назад. Игры с NES — это стрелялки с сильным элементом стратегии. Вы играете за Алана Гранта, которому нужно выполнить 9 заданий, прежде чем он сможет покинуть кишащий хищниками остров. Версии Game Boys и NES также должны выйти. Это карманный компьютер. Однако здесь нет объемного звука. Вот Адамс версии с NES. Я ожидал, что это будет очередная лицензия Билла на фильм, но после того, как я действительно потратил время на то, чтобы прокрутить ее, я обнаружил, что она на самом деле удивительно хороша. Чтобы быть уверенным в том, что вы убьете бабочку, вам нужно использовать винтовку с балюсной ловушкой, которая является одним из видов оружия с дальнобойным эффектом. Еще одно оружие — газовые гранаты, которые только что собраны там. Чтобы заставить плод пересечь ручей, вы должны выстрелить вон в тот турникет из дробовика или аналогичного оружия. Прыгайте сюда, и в любом случае, здесь есть два стиля игр. У вас есть верхний стиль, который вы видите, а внутри также есть вид от первого лица. Здесь снаружи вы тратите слишком много времени на блуждание в поисках вещей, но это довольно хорошо. Чтобы перейти к другому стилю игрового процесса, вам нужно войти в любое из зданий. Это центр для посетителей. В каждом здании есть своя задача. Здесь вам нужно перезагрузить компьютер, но вы должны были сделать и другие вещи. Например, сбросить питание и найти удостоверение личности людей, чтобы попасть в комнаты. Ракетная установка, которую я как раз собираюсь использовать против него сейчас, видите ли, уничтожит врагов полностью, не оставляя следов. В то время как некоторые другие виды оружия, такие как газовый гранатомет, оставляют их лежать там, где они падают. Для тех, кому нужен предлог поиграть в игру, когда они должны делать свою домашнюю работу, когда вы ставите игру на паузу. Мистер ДНК из фильма выходит с бесполезными кусочками динозавровых мелочей. На то, чтобы закончить эту игру, у вас уйдет целая вечность, так что вы получите от нее массу удовольствия. Если вы хотите получить исследовательскую игру, то вам нужно получить вот это. Это масштабная игра с множеством опций и отличным геймплеем. Даже если вы уже сыты по горло паркам Юрского периода, вам все равно понравится эта игра. Итак, окончательные результаты по парку Юрского периода. И мальчики, и девочки поставили ему оценку выше средней 4 балла из 5. Диджей Век, диджей Лиджи. Если вы, как и я, фанат Звездного Пути, и вы будете знать, что это был Клингон, ваш космический корабль, хмурый мусорщик, если вы не говорите по-клингонски, вам нужна официальная лента «Научи себя клингонскому». Это часть целого ряда игрушек, одежды, видео и книг, основанных на сериале. Но настоящие путешественники хотят не просто смотреть, читать и слушать. Они хотят быть на мостике звездолета «Энтерпрайз», побывать там, где они еще не побывали. И теперь они смело могут это сделать. Американские игровые компании Spectrum Holobite выпускают компьютерные и консольные версии «Звездного Пути». Это версия Super NES. Так как же проходит игра? И помните, что это ранняя версия. Хорошо. Ну, в основном, все начинается с вашего приветствия этим доктором. Она на планете, и ее преследуют какие-то рамуланцы. Поэтому она сообщает вам место, где она находится, и вам нужно лететь на «Энтерпрайзе» туда. Это мостик «Энтерпрайза», а это различные станции здесь на борту. Здесь внизу находится астронавигация. Здесь вы расположитесь там, куда хотите отправиться. Поэтому она сказала нам ехать в Нью-Коду-6, так что мы быстро отправимся туда. Вот турболифт, где вы решаете, каких персонажей вы хотели бы спустить на поверхность планеты. Вы можете выбрать самых разных людей. Хорошо, мы находимся на поверхности планеты. Вы можете быть любым из четырех персонажей, которых пожелаете. Идея здесь в том, что мы должны найти несколько рамуланцев. У нас есть, у Дейты есть фазер и трикодер, так что вы можете трикодировать вещи, чтобы узнать об этом что-нибудь. Там рамуланец, избавились от него. Хорошо, и так нас втягивают в космическую битву. Это происходит автоматически. В верхней части экрана вид спереди Энтерпрайза. А нижняя часть экрана вид сверху, чтобы дать вам представление о вашем местоположении по сравнению с его. Иллюстрации для всех различных версий игры были тщательно обработаны в соответствии со стилем телесериала, а затем непосредственно оцифрованы в компьютер. В верхней части рынка будут представлены Сиди-версии игры. Разработка игр для Сиди требует совершенно нового набора навыков программирования. Несмотря на то, что нам не разрешили увидеть ничего из этого, они также работают над версией Старттрек виртуальной реальности, так что вы действительно сможете смело идти вперед. Телепортируйте меня наверх. Эй, что происходит? Привет, чувак. Играйте за нас. На борту. Зед закончил свой доклад очень предсказуемым образом. Это новая версия компьютерной игры под названием Старттрек 25 Эннивесаре. Стреляйте фазерами. Да, она активируется голосом. Так что поднимите щиты. Да, и стреляйте фотонными торпедами. Блестяще. Это очень весело. Но для подключения к вашему компьютеру требуется специальное оборудование. И оно будет работать только с программами, специально разработанными для голосового управления. Но есть новый пакет под названием Voice Assist, который позволит вам разговаривать почти со всеми программами вашего ПК. Прежде чем использовать его, вы должны научить его распознавать ваш голос, а это непросто. Просто перейдите в режим обучения. А вот команды, которые вы хотели бы, чтобы он выучил. Так что давайте попробуем максимально. Мы нажимаем на сингл. А затем я нажимаю на ОК и произношу слово максимально. Теперь мы можем проверить, распознает ли он это. Максимизируйте. И оно появится, что потрясающе. Мы бы сохранили это. И вышли бы. Я весь день учил его словам, так что давайте посмотрим, сможет ли он их распознать. Однако вы должны помнить, что нужно нажать в левом верхнем углу вот здесь на ухо, иначе оно не слушает. Посмотрите. Текстовый процессор. Винвриты это то, что мы называем текстовым процессором, и когда он появится, я смогу получить адрес. И он появится. Калькулятор. Калькулятор. Проблема здесь в том, что система не понимает, что я говорю, она просто понимает слова, которым я ее научил. И слово, которому я научил ее для калькулятора, было тыква. Вот оно. Это называется система распознавания, зависящая от громкоговорителя, состоящая из одного произнесения, что звучит очень технично. Но это не так, если вдуматься. Одно произнесение, это всего лишь односложные команды для вас и меня, такие как влево, вправо, вверх, вниз, войти и тому подобное. Зависимость от громкоговорителя означает, что устройство распознает только того человека, чей голос оно выучило. Так что если Вайлет попытается закрыть мой калькулятор, держу поли, она не сможет. Близко. Видите? Они утверждают, что это 95-процентное распознавание, что довольно хорошо. Но у этого есть проблемы в шумной атмосфере, такой как телестудия. Этого достаточно для заключительного шоу. Спасибо. Вы также должны быть осторожны, когда говорите, потому что он постоянно пытается проанализировать ваш голос и не улавливает в нем никакого смысла. Поэтому нас постоянно не узнают в левом верхнем углу. И когда вы произносите команды, вы должны быть конкретны. Вы не можете произносить их, потому что это не тот способ, которым они учились. Я выучил их так. Календарь. Я надеюсь, что это сработает. Сегодня в 7 утра. Что я делал? Еще раз здравствуйте, ферлеры. В интересах науки мне удалили правую руку хирургическим путем и заменили ее бионической рукой с голосовой активацией. Вверх, вниз. Стоп, стоп, стоп. Вы должны быть очень осторожны в том, что говорите, потому что иногда это сводит с ума. Привет. Ну перестаньте же, перестаньте. Извините, ферлерс. Это должно быть потому, что я произнес слово сумасшедший. Ну перестаньте же, перестаньте, перестаньте. Хорошо, вот мой первый чит с голосовой активацией. Это для метамфетаминового воина в ловушках и возьмите контроллер. Да, да, да. теперь все, что вам нужно сделать – это поставить игру на паузу, а затем вести ААААААААА 3 раза подряд, и вы будете непобедимы. Вы сможете сражаться, не будучи убитым. Остановитесь, остановитесь. Послушайте, я не имел в виду драться со мной. О, остановитесь, остановитесь. Намрут вооружен и опасен. Теперь перейдем к новостям и анонсам этой недели. В 1980-х годах классическая трехмерная космическая игра была элитной и наконец-то появилось продолжение. Новая версия называется Elite 2 Frontier. На разработку ушло 5 лет и она масштабная. Вы путешествуете по галактике, исследуя миллионы планет, сражаясь с инопланетянами и пиратами и торгуя на всем пути. Она выйдет завтра на Amigo и ПК с последующей версией Atari. Не хотите ли спасти нескольких дельфинов? Первая в мире экологически чистая компьютерная игра выходит в трех новых форматах. Echo стала неожиданным хитом прошлого года на Mega Drive. Теперь она доступна в Game Gear и Master System, что является точным представлением 16 лет битной версии. В новой версии Mega CD есть пять дополнительных уровней и обучающие фильмы о дельфинах. И, по-видимому, у нее есть трехмерный звук. Новый шахматный мастер для Game Boy готов наконец-то покончить с Тетрисом как самой популярной тележкой. Портативная версия имеет 16 уровней игры от новичка до Гроссмейстера, режим для двух игроков, возможность обучения. И вы даже можете получить подсказки для лучшего хода, когда бросаете вызов компьютеру. И как будто этого недостаточно, это одна из немногих тележек Game Boy, в которой есть речь. Speed Racer – очень популярный мультфильм на MTV. А теперь и новая игра для ПК. Вы сможете пилотировать удивительный Мэг 5, самый быстрый автомобиль, когда-либо построенный, и мчаться по всему миру, сражаясь с такими злодеями, как Змея Масленка и Банда Убийц. А теперь еще несколько обзоров игр. Звездные войны выходят в эти выходные на Master System и Game Gear не путать с суперзвездными войнами на SNES. Все знают историю, так что давайте обойдемся без наращивания и перейдем прямо к Анжеле на Master System. Это отличная переделка одного из моих любимых фильмов. Вы должны спасти принцессу Лею, и вы не остановитесь, пока не заполучите ее. В ранней части игры вы играете за Люка Скайуокера, но по ходу игры вы можете менять персонажей. Я иду сюда, чтобы взять свой световой меч, но это сложно. Я думаю, графика великолепная, особенно для восьмибитной машины. Это Оби-Ван Кеноби. Если вы подойдете к нему, вы сможете достать свой световой меч. Я думаю, это блестяще, так как эта графика просто похожа на персонажей из фильма. Я здесь, в баре. Я должна спасти Хана Соло. Я должна убить всех инопланетян. Когда я спасу Хана Соло, я тоже смогу сыграть его. Это блестящая игра и хорошая стоимость менее 30 фунтов. Я бы определенно купила эту игру. Я бы не стал утруждать себя этой игрой. В ней нет ничего особенного, что отличало бы ее от любого из ее релизов за эти месяцы. Я подумала, что это немного скучно. Графика хороша для восьмибитной игры, но все уровни выглядят одинаково. А также оценки за Звездные войны. Девочки сочли, что это хорошая восьмибитная игра и поставили ей оценку выше средней, 4 балла из 5, но мальчики посчитали, что она заслуживает только 3 баллов из 5. F1 on the Mega Drive является официальной игрой чемпионата мира Формулы 1 и объявляется самой быстрой и захватывающей гоночной игрой, когда-либо выпущенной. Действительно сильные слова. Вот, Сара, чтобы проверить эти утверждения. Вам нужна действительно хорошая реакция, чтобы играть в эту игру. Она действительно быстрая, особенно когда вы находитесь в турбо-режиме. Это японская трасса, которая похожа на все остальные. Однако в графике не так много деталей. Вы можете менять свою машину в зависимости от трассы, которую вы проходите, например, шины, крылья и так далее. Другие гоночные игры кажутся медленными после того, как вы сыграли в эту. Когда вы терпите аварию, вы скорее замедляетесь, чем взрываетесь. Некоторым людям это нравится, а другим нет. В данный момент я играю против Mega Drive, который является действительно хорошим вариантом. Я внизу, а Mega Drive вверху. Как вы можете видеть, Mega Drive побеждает. Это быстрая игра с некоторыми хорошими опциями, но я, конечно, не думаю, что это лучшая гоночная игра когда-либо. Мне действительно нравится в нее играть. Это лучшая гоночная игра на консоли. Я бы рекомендовала ее владельцам Mega Drive. В нее действительно быстро и очень весело играть. И оценки за F1. Девочки дали ему посредственные 3 балла из 5, но мальчики пошли на более высокую передачу, быстро получив 4 балла из 5. Гольф очень глупая и легкая игра, и вот как в ней выиграть. Во-первых, наденьте дурацкие большие мешковатые клечатые брюки, чтобы все ваши противники падали со смеху над вами. Во-вторых, упс, используйте биту побольше. И в-третьих, жульничайте. Вот чит для ПГА Тургольф Ту на Mega Drive. Когда вы играете в скинс челлендж против компьютера, нажмите пуск и выберите зеленый на панели опций, затем снова нажмите пуск. И вы сможете двигать его мяч так, как вам нравится, и он каждый раз будет промахиваться. Ха-ха-ха. Верно. А теперь попрактикуюсь в замахе. Верно. 4, 3, 2, 1. Спасибо вам, Насилие. Если вы хотите прочитать дату последнего, установите видеозапись прямо сейчас. Призом конкурса на прошлой неделе был Mega Drive с Аладдином и футболкой с плохим влиянием. И в истории был вопрос, сколько желаний Джин загадал Аладдину. Ответ, конечно же, 3, и победитель Скотт Маквиллан из Пейсли и Рюнфорджа. Молодец, Скотт. Приз на этой неделе – SNES с копией игры «Парк юрского периода». Сейчас мы получаем так много заявок на конкурс, что, чтобы сделать его более справедливым, мы решили усложнить вопросы. Итак, вопрос на этой неделе таков. Как называется эпоха, предшествовавшая юрскому периоду? Звоните на ваши ответы по номеру 891-7100. Звонки будут стоить не более 25 пенсов, но обязательно спросите разрешение у того, кто оплачивает телефонный счет, и линии закроются в полночь в понедельник. Прямо перед тем, как мы уйдем, как превратить вашего геймбоя в рабочего мальчика. Теперь мы все знаем, что внутри геймбоя есть компьютер, который рвется наружу, и эти картриджи могут быть ответами. Здесь есть персональный органайзер, средства проверки орфографии и даже переводчик испанского языка с более чем 300 словами и фразами, которые вы можете использовать на своем языке. Так что я просто попробую кое-что на вас, Виола. Хорошо. Джабало Устет Норвива, вы говорите по-норвежски. Я думаю, что предпочла бы его в роли Дракулы. До свидания. На следующей неделе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин